Продолжение следует... Дома, ну и всю работу сидишь. С настоящим профессионалом этого дела мы сейчас с вами познакомимся. Александр Васько. Родился и вырос в Череповце. По образованию бухгалтер-экономист. Работал помощником менеджера по закупкам. Да только наскучила ему работа в офисе, и он решил кардинально сменить вид деятельности. Занялся скалолазанием. Второй год подряд он получает титул лучшего скалолаза в Вологодской области и имеет первый спортивный разряд. И вот уже как третий год работает промальпинистом. Александр, здравствуйте. Чего-то вы, по-моему, в горы собрались, а не на работу. Да нет, не в горы. На дом вешаться. В самом деле? Да. Это у вас снаряжение? Там полно целый рюкзак снаряжения. А что у входа в снаряжение? Веревки, обвязки, карабины, всякие спусковые устройства и разные различные приспособления. А вы покажете? Да, все покажу, все расскажу. А начинаете вы на земле или уже наверху? Нет, начинаем. Мы сначала переодеваемся, ну, поднимаемся наверх, там переодеваемся, тут-вы-ты, спецовку, обвязку, веревки, карабины все подготавливаем, а потом уже поднимаемся на саму крышу, вяжем веревки и начинаем работать. Пойдемте на крышу? Куда? Мы поднялись до 14-го этажа на лифте, дальше пешком. Александр сразу же переоделся в рабочую одежду и стал подготавливать снаряжение. С чего решили взять и залезть на крышу и потом идти работать? Не знаю, что-то стукнуло в голову, на самом деле. Я раньше работал в офисе, два года работал в офисе за компьютером. Потом что-то, не знаю, стукнуло, уволился и через месяц уже висел на веревках, в общем-то. А до этого никогда не висел? До этого я даже веревки в глаза не видел, я не знал. Я даже карабина в глаза не видел, я представления не имел об этой профессии никакой. Первый раз мне было жутко страшно, потому что я ничего не знал. За меня там все вязали, за меня все делали. Мне единственное, что нужно было, это свеситься с парапетом. Ну, крыша прям, высота небольшая была, четыре этажа, это вот как раз в Санкт-Петербурге было. Вот. Единственное, что мне нужно было сделать, меня уже вязали, все подготовили. Просто перелез через вот край. То есть это был пробный такой забег? Ну да, просто взять и спуститься. Может, ничего не делать не надо. И? Вообще ничего делать не надо. Была жутко страшная. Подходишь к краю, вот ступор просто. Страшно, просто страшно. А до этого высоты? Мне оказалось, там прошло неимоверная куча времени. На самом деле, там минуты, наверное, постоял, собрался с мыслью и полез. Да как? Вот как можно превозвочь свой страх? Страх там высоты, например. Ну, я вот до сих пор боюсь высоты. Правда? Да. Я думал, придув как промышленный альпинист, а в альпинизм так сразу высоты перестанут бояться. А на самом деле, еще больше стал бояться. Не, не серьезно, еще больше. Потому что, ну, всяческие могут быть случаи. Это все прокручивается в голове, что может быть на определенной высоте, что случится. Вот, поэтому страшно. Что обычно делаете? Что мы обычно делаем? Красим здание, утепляем швы. Моем окна. Вот по штанам видно, как мы красим. Да, да. Занимаемся монтажом. Вот сейчас, допустим, мы занимаемся монтажом. Мы будем вешать светильник на дом, уличный фонарь, даже два. Что вы такое достаете? Это веревки, тросы. Это что такое? Так, что есть что. Вот это у меня сидение, на котором я, собственно, сижу. Вот почему и шутку называют сидячей работой. Ну, относительно. Сидишь, болтаешься на веревочке. Прямо как на качельках. Так, дальше это. Это у нас будет висеть. Это у нас веревка. Александр рассказал, что веревки могут быть статическими и динамическими. Как и в любом деле, здесь очень много тонкостей и нюансов. Вот и без страховки в работе промальпиниста никак не обойтись. Ну, мало ли, у меня там веревка перетрется где-нибудь. Или может быть кто-нибудь добрый. Бабулька какая-нибудь вывесится, отрежет мне веревку. А вообще такое было? Ну, такого не было, но предлагали отрезать веревку. Как это? Просто ради шутки или... Ну, не ради шутки. Совсем не ради шутки. Люди с серьезным лицом прям вывешивались там из окна. А что это вы тут делаете? Наверное, вы квартиры грабите. Она такая, нет-нет, мы работаем, мы вам тут дом ремонтируем. Она такая, я вам сейчас перережу все, благо не достало. Работаете в парах или по одному? Ну, в основном работают в парах, потому что это удобнее. Мало ли, что не забыл, там перфоратор оставил, молоток не взял. Там второй, кто не зависелся, там спустил по веревке или снизу передал. То есть вы работаете еще мало того, что вот с этим совсем, так еще и с оборудованием. Да, оборудования очень много. Вот как раз вот на сиденье и привешивается практически все. Тут перфоратор, тут ведро, тут болгарка, тут дрель, там еще какой-нибудь шуруповерт. Еще в карманах все понапихано. Все это нужно. У меня на системе есть УС самостраховочный. Здесь крепится страховка к карабину. Страховка это вот это? Да, страховка это вот это. То есть у меня к синей вот этой веревке будет идти страховка отдельно. А к сиденью уже будет крепиться основная веревка. А, то есть она не на человеке, она на самой вот этой, на сидушке. Основная веревка, она на сидушке, все. Непривычки на крыше и слезы из глаз. И вообще кажется, что ветер тебе сейчас дует. Всегда дует на крыше. Не бывает такого, чтобы вот вышел на крышу и штиль. Такого просто не бывает. А вообще как определить, когда можно спускаться, а когда нельзя? Ну, по идее, когда дождь идет, спускаться, если дело нельзя, потому что на сырой веревке работать опасно. Я последовала к примеру Александра, тоже надела снаряжение. А по размерам они отличаются? Может, для девочек, для мальчиков совершенно они разные? Ну, в основном системы сейчас идут, которые регулируются размером. Но есть системы, которые вот это определенный размер. Что, будем вязаться? Какое страшное слово, что это значит? Вязаться, то есть крепить веревки, искать станцию определенную. Что значит станцию? Станцию – это точка крепления. То есть, куда мы будем вязать веревки, и уже от этой станции мы потянем, через парапет веревки будем спускать вниз. Связали веревки особым узлом. Он не должен затянуться слишком, ну и не развязаться в неподходящий момент. На основной веревке Александр завязал узел булинь. И вообще, в зависимости от поставленной задачи, могут использоваться другие. Например, острийский проводник или восьмерка. Скидываем вниз веревки и спускаемся. Александр разрешил мне попробовать на веревках подняться хотя бы на небольшую высоту. Я бы имела только одно вися здесь. То, что в промо-альпинизме делать не спортсменам, ну или, по крайней мере, тем, кто имеет плохую физическую форму, нечего. Потому что здесь нужны руки и ноги стильные. Пора отдавать бразды, ну, то есть веревки, в руки профессионала. У Александра подняться до третьего этажа заняло всего лишь несколько мгновений. Я же поднялась по лестнице на балкон, и мы вновь продолжили беседу. Александр, ну а то, что касается доброжелателей, которые выглядывают из окон, они ничего сопутствующего в работе никогда не говорили? Говорили. Ну, всякое разное, на самом деле, говорят. А мне, которые говорят, о, блин, может, устала, давай, может, чиньку попьешь, там, бывает такое. А иногда бывает, что высунуться и скажут, что вы тут делаете, нам тут стены портить, тара-та-та, а я вот сейчас там милицию вызову, или веревку обрежу, там, еще что-нибудь. У меня был один случай, что два раза милиция приезжала. Что-то посмотрели, посмотрели, все и ушли. Веревку не резали. Веревка у меня сама по себе один раз чуть не перерезалась. Ну, вот до середины она дорезалась. Ну, я, благо, это заметил. Просто, когда веревка перерезается, это чувствуется. То есть, оно на меня, считай, передается. Я все это чувствую, что она вот-вот сейчас лопнет. Ну, я быстро просто спустился. У меня, к соответствии, страховка была. Если бы она перерезалась, я бы повис на страховке. Ну, это тоже страшно. Вот один человек работал на одной веревке без страховки, на старой такой веревке. Она у него просто лопнула. Он пролетел в четыре этажа, упал, сломал, пятку раздробил. На него еще упали бедра с краской. Он себе ребра сломал. Ужас. Ну, как бы жив-здорово дальше работает, все хорошо. Но, как бы, на своей ошибке все-таки получился. Теперь всегда со страховкой работает. Да, но лучше, наверное, не рисковать и сразу... Да, лучше все использовать, не забывать. В скалолазании увлечение Александра и его работа промышленным альпинистом мало чем схожи. Но одно помогает другому. В скалолазании напрягается вообще каждое имущество. Вообще все. Вплоть до мизинцев, ног тоже напрягаются. Очень сильно напрягаются. То есть развивается все тело целиком. Ну, вот это как раз, может, и помогает, наверное, в промышленном альпинизме. Жумарить там, спускаться где-то, груз какой-то поднимать. Да, сила есть. Да, оказывается, по стенам может ползать далеко не только один Человек-паук. Ну и на крыше живет не один Карлсон. А там еще и бывают такие люди, как промальпинисты. Мы с вами увидимся на следующей неделе с новым героем и с его интересной работой. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!